Учитель сегодня это достаточно такая, ну очень мощная фигура с точки зрения вот постоянного его развития. Здравствуйте, я Андрей Мишин, я народный учитель России и это проект Тверь Тим. Вот вы когда зашли спросили, почему кабинет такой, например, это снова непросто. Для меня понятие коммуникация это не понятие, когда люди сидят рядами, понимаете, из задней парты кто-то что-то хочет сказать. Для меня это тот круглый стол. Здесь все равны, здесь у тебя есть возможность высказаться, тебя уважают, твое мнение ценят. И это воспитывается с маленьких лет у ребенка. В образовании вообще нельзя работать ради чего-то. Мы часто работаем в образовании вопреки чему-то. Нельзя общаться с детьми, нельзя воспитывать будущее поколение, не будучи свободным самому. Я считаю, что я достаточно свободный человек, меня это очень устраивает. И мое творчество может быть отсюда идет. Но когда тебя просто загнали в тиски вот этой всяких вот, вся эта бумага рутинности, часто же просто теряется просто смысл. Я уж молчу про другие проблемы. И я не вижу прям, знаете, прям такой, знаете, вот резкости сказать, что типа сегодняшний день там хуже или лучше, чем те, которые были. Да, они просто другие. Другие, потому что время другое. Они очень открыты для общения. Они реально не боятся высказывать свое мнение. Они реально не боятся искать информацию и ею делиться. В любой стране мира, в принципе, учитель – это не самая высокооплачиваемая профессия. Но при этом, если еще и морально плохо, и если еще вот это неуважение присутствует, то, наверное, это еще отягощает процесс. Конечно, мы не ждем, как, например, там, не знаю, перед земским учителем, в 19 веке, там, шляпу снимали, да, в деревне, да, когда он шел по центральной улице. Но мы ждем все равно все уважения. Но, еще раз повторюсь, если ты хочешь к себе уважения, ты должен соответствовать этому самому уважению. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!